Я назвал эту проповедь так, стремление к Богу, стремление к Богу, стремление может наше стремление к Богу, или мое стремление к Богу, или просто стремление к Богу. Евангелие от Иоанна, я недавно его перечитывал, и будет несколько местописаний из этого Евангелия. Вы знаете, чем дальше, вначале, наоборот, мне было проще, ну, Евангелие от Матфея, Марка, вроде более понятные, да, как бы такие. Но чем дальше тебя больше как-то привлекает Иоанна, ты понимаешь, что это то Евангелие, которое было написано позже других. И говорят, что оно было написано где-то в 80-90 году уже нашей эры. Ну, когда он уже был в преклонных летах, говорят даже, что это было помимо откровения, которое Бог дал Иоанну на острове Патмос, говорят, что там же он писал это Евангелие. Ну, так говорят, да. Но в любых случаях это Евангелие было написано позже. Я думаю, что каждый апостол, который писал Евангелие, он доносил какую-то мысль, что-то он раскрывал, какую-то суть Христа, какая-то цель у него была. И вот апостол Иоанн, его Евангелие, оно отличается, согласитесь, от других Евангелий. И много историй, та же история за эту же грешницу, ее, по-моему, нет в других Евангелиях. И много историй, которых нет в других Евангелиях. Много историй, много притч, которые пересекаются во всех Евангелиях. Но в Евангелии от Иоанна Иоанн больше открывал суть Христа. Как он общался, что он говорил, его суть, его, да, что он говорит, там, я хлеб, я свет, там, и так далее. И вот меня тоже, как бы, это Евангелие, оно привлекло. Иоанна 6 глава, 44-45 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. «Никто не может прийти ко мне», Иисус говорит, ко Христу имеется в виду, да, «если не привлечет его Отец, пославший меня». Мы понимаем, что инициатива или импульс, спасение, он исходит от Бога. Мы понимаем, что никакой человек, своим физическим или плотским умом, он не может познать Бога, не может принять Бога. Может на уровне разума, да. Может человеку кажется, что он согласился с какими-то нравственными, ну, хорошими правилами или устоями. Или может ему кажется, что он принял, ну, как бы человек, какую-то религию. Или он принял просто какую-то норму, какие-то правила, какое-то мировоззрение, какую-то религию. В данном случае, может, христианство, да. Он согласился, что это правильная религия. Но по-плотски, так как должно, получив это рождение свыше, этот новый дух и новое сердце, которое обещает Господь еще в Ветхом Завете, мы понимаем, что человек своим плотским умом не может принять и он не может получить это рождение. Мы знаем на примере своей жизни, да и сталкиваясь с неверующими, даже на таком примере, читая Библию в прошлом, большинство как-то соприкасалось, кто-то не шел дальше первой главы Евангелия от Матфея, ну это я был, например, какие-то моменты скруты или тяжести, мне вроде как и потянуло к чему-то духовному, Новый Завет был, бабушка передалась села, на полке лежал, просто как книга какая-то. Я взял его, но начав читать, я увидел какую-то бессмыслицу просто. И большинство из нас, хотя может у кого-то и хватило терпения прочитать, но мы не могли все равно понять, как должно, как должно. А некоторые местописания, которые мы читаем, даже сегодня нам бывают не совсем понятны, да, сегодня даже вызывают у нас какие-то вопросы и какие-то, я представляю, плотским умом, они наоборот вызывают только преткновение. И люди часто, с которыми мы сталкиваемся, они как довод, они говорят, а вот там вот написано такое, или как это вот там вот там такое, но им это непонятно. Ну и по младенчеству мы начинаем спорить, доказывать, но чем дальше мы идем за Богом, мы понимаем, что если не откроет Христос, если Господь не коснется этого человека, это покрывало, оно будет лежать на сердце человека и на разуме, и он не поймет, как должно. И поэтому инициатива спасения, рука, побуждение или этот случай, да, как я сказал за эту грешницу, это милость, это, ну, как я сказал, повезло, да. Бог, каждому из нас здесь, кто сидит, Бог протянул эту руку. И точно так же я хочу сегодня сказать, что инициатива искать лицо Божье, этот импульс, Бог дает каждому из нас во время спасения. Когда мы искренне каемся, Бог прикасается к нам, мы понимаем, что Бог живой, нам хочется прыгать от радости, ну, кому как, ну, в большинстве, да, если мы искренне каемся, Бог прикасается, все равно что-то мы, все равно это рождение, оно в чем-то выражается. У кого-то в какой-то жажде по Богу, кому-то хочется везде быть, кому-то хочется вникать, читать все, да, кому-то хочется служить везде, что-то сделать для Бога. И этот импульс Бог дает при покаянии каждому из нас, ну, в большинстве, да. Но со временем, со временем, из-за какой-то суеты, дел, где-то какие-то грехи, где-то мы остываем, где-то приходит теплота, оно где-то теряется в нашей жизни, где-то мы теряем это желание, которое вложил Бог, где-то мы теряем его по дороге, где-то мы его теряем, может, даже во время того, как мы служим Богу, где-то мы теряем для каких-то дел для Бога, где-то мы можем потерять даже во время каких-то добрых дел, где-то мы можем потерять его и просто, когда мы пошли где-то своими путями, когда мы осуетились в своем сердце или в своем разуме, и оно затирается у нас, оно затирается, и наше познание Бога, наше отношение с Богом, они ограничиваются, может, служением субботним, может, раз в месяц служение, может, домашней группой, или может, какой-то молитвой перед едой, или когда какие-то обстоятельства сложные в мою жизнь или в мою семью приходят, и это как-то меня, ну, собирает внутренне, и я молюсь, и я как бы стою. Но я думаю, что желание Бога, желание Бога, чтобы мы познавали Его, чтобы мы приближались к Нему, чтобы суть Божья отображалась в нашем сердце, в нашем разуме, чтобы мы не ходили за Богом просто или верили своей силой, своим нравственным или своими человеческими усилиями, так, надо верить, надо любить, надо служить, а внутри у меня совсем другое, я совсем другим живу, только Его желание, только Его суть, только когда Он отображается во мне, и Его суть начинает проявляться через меня, это желание, естественно, начинает проистекать внутри меня, желание служить, желание прославить Его. И прежде приоритет, мои отношения с Ним, а потом уже идёт служение, потом уже идёт какие-то благословения, потом уже идут какие-то чудеса и так далее. Но когда это меняется местами, когда стремление к Богу, стремление познать Его, стремление или, может, побуждение, которое Бог даёт, эту жажду, эту неудовлетворённость, чтобы я искал Его, чтобы я приблизился к Нему, чтобы я стал перед Богом не в какой-то религиозной позе или в заученной молитве, а стал перед Богом такой, какой я есть, и возвал к Нему, где-то это потерялось, где-то это потерялось, и приоритеты меняются местами. И уже, естественно, тогда первое становится что? Какие-то внешние проявления, те же чудеса, которые от Бога, те же благословения, которые, может, и Бог также приготовил для нас, но они не должны стать перед Богом. Может, и в церкви мы на каком-то этапе своей жизни, своего служения, мы испытываем какую-то неудовлетворённость в своей жизни. От проповедника, от слова, которое мы слышим, неудовлетворённость от своей духовной жизни, неудовлетворённость от людей, которые, может, меня окружают, от моих родных, может, от моих братьев и сестёр. И даже этим Бог, невидимой рукой, Бог толкает нас к Себе. Бог толкает нас к Себе. Что этот ответ и это утешение мы должны найти у Него. Мы должны найти у Него. Но где-то потерявшись по пути в этих приоритетах, мы, бывает, начинаем роптать. Мы, бывает, думаем, да что это такое? Может, там то не то, может, церковь не та, слово какое-то не то, что-то мы не так слышим, что-то мы не так понимаем. На домашнюю группу, может, мне не хочется, или служить не хочется, или я не вижу смысла в делах Царства Божьего. Если вчера ещё, может, для меня что-то горело, я Богу, может, что-то обещал, я понимал, я верил, что это желание Бога, который вложил в моё сердце. Но сегодня где-то оно делалось. Сегодня где-то оно потерялось, и дьявол, может, какие-то сомнения приносит в мою жизнь. Да, наверное, это ты сам себе что-то придумал. Наверное, это не от Бога. Наверное, сегодня, посмотри, какие обстоятельства. Это не время, а может, когда-то потом, может, через какое-то время, но не сегодня. Посмотри, какие нужды, посмотри, какие проблемы, посмотри, что окружает тебя. Удели время чему-то другому больше. И поэтому, может, та неудовлетворённость, та неудовлетворённость, которую мы, может, принимаем как насчёт какого-то человека, или даже церкви, или тех обстоятельств, может, этим Бог своей невидимой рукой, Бог толкает нас к себе. Бог привлекает нас к себе. Бог привлекает нас к себе. И даже бывает то слово, которое мы слышим, или то объяснение истины другими людьми, оно не удовлетворяет нас. Бывают у нас какие-то вопросы возникают, и мы не можем найти ответа. Мы, может, спрашиваем своего лидера, может, мы спрашиваем у пастора, и нам хочется, чтобы нам объяснили и разложили, почему это в моей жизни происходит, или почему это произошло в моей жизни. Нам хочется точного и конкретного ответа, как минимум, или как минимум, хотя бы слово знания какого-то, чтобы мой лидер или пастор, он сказал, так говорит Господь. Эти ситуации или эти обстоятельства. Хорошо, если Бог, ну так, да, вот в нашей жизни, но в большинстве это не так получается. И мы внутри, мы можем, наоборот, закрыться на те ответы, на которые мы, может, и не получим, ой, те вопросы, на которые мы, может, и не получим ответы через человека. Или вообще сегодня. Или вообще на этой земле, может, даже. Откуда мы знаем. Или, может, этот ответ, он есть только у Бога. Что Бог, наоборот, позакрывал все, чтобы я от Бога получил это утешение. Или чтобы я от Бога получил этот ответ. Или этот мир, который превыше всякого ума, который не от моей человеческого усилия. Все, буду держаться, буду держаться. Или чтобы не раздражаться. Там, чтобы не ругаться. Или чтобы там что-то не думать. И насколько нас, бывает, хватает. До первой какой-то неожиданной ситуации, может. И потом оно, наоборот, если ты держишься, держишься, потом еще больше. Фуф, как сорвало где-то. Вот. Поэтому стремление к Богу, то, о чем я сегодня говорю, что Бог вложил этот импульс, это желание при нашем покаянии, Бог участвовал в этом. Точно так же я верю, что Господь, Он каждого из нас, Он даровал этот импульс, чтобы мы приближались к Нему. Чтобы мы искали Его. Псалом 26, Псалом 26, 8 стих. В Ветхом Завете также Давид, он говорит, ну и не в одном местописании, но это легло мне на сердце местописания, когда я готовился. Псалом 26, 8. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Сердце мое говорит от Тебя. Сердце мое говорит от Тебя. Давид. Давид, наверное, что-то знал. Давид, наверное, что-то понял, можно сказать, да? Пройдя какой-то путь, когда мы можем посмотреть на жизнь Давида уже целиком, от начала и до конца. Уж можно было в его жизни уповать на что-то другое, на силу. Ну, мы знаем те ситуации, я не буду их озвучивать, да? Где-то на силу меча, где-то на точность лука, где-то на силу, может, на ловкость, на мудрость, на людей, которые Тебя окружают, на сильных или на храбрых Давида, которые окружали его. Можно уповать там, на сильную церковь, что кто-то вот сейчас поможет, что кто-то решит эту ситуацию. Но Он говорит, сердце мое говорит от Тебя, и ищите лица моего. Перед этим Он говорит, ну, мы знаем этот псалом, одного просил я у Господа, того только ищу. Одного. Это говорит о приоритетах. Кто-то думает, что эти слова такие, как искать Бога, там, взять свой крест. Здесь я вижу, что здесь говорится о приоритетах. Когда это звучит, у многих это кажется, что сейчас его жизнь, она будет заужена, до неимоверных размеров. Я ничего не буду иметь, я буду какой-то, ну, не такой, где-то не от мира сего какой-то, да? Вот. Но имеется в виду, что когда ты найдешь Христа, когда ты найдешь Бога, ты найдешь все, и ты будешь богат на все. Говорится о том, что мы богаты, о том, что мы богаты, или Бог приготовил для нас богатство, или тоже там преуспевание, которое говорится. Но мы богаты, потому что мы имеем Христа. Мы богаты, потому что мы имеем Христа, а не потому что какие-то блага, которые нам кто-то обещал или нам захотелось увидеть, они как-то вот-вот свалятся на мою жизнь. Вот-вот, если я буду делать правильные вещи, или правильные дела, или правильные поступки, что вот-вот эту плотину и прорвет, и меня завалит благословениями, материальными и финансовыми. Мы уже богаты, мы уже богаты, потому что мы нашли эту же мчужину, и мы нашли Христа. Мы уже богаты. Давайте увидим так свою жизнь сегодня. Давайте с этого основания мы будем уже смотреть на то, что окружает нас. И мы, я вас уверяю, и мы по-другому будем смотреть тогда на все, или на то, что нас окружает. Итак, мысль, о чем я говорю, что Господь влаживает это желание, Господь влаживает это желание, и мы должны откликнуться на это желание. Оно не должно затеряться у нас. Оно не должно перенаправиться на что-то другое. На что-то другое. Это желание, мы должны ответить на это желание. Был один известный проповедник в Америке в начале 20 века, 1948 год. 20 век, да? В Америке Эйден Тозер, и он говорил, только уступив этому желанию, только уступив этому желанию, наша душа прилипляется к нему. То есть желанию стремления к Богу, жажды по Богу, приоритетов, моих приоритетов в Царстве Божьем. И поэтому это желание, оно не должно перенаправиться мои приоритеты моего сердца. Да, я могу заниматься разным. Я могу находиться на разных местах, находясь в бизнесе, находясь в работе, находясь в семье, находясь... Но куда направлено мое сердце? Чем живет мое сердце? Какой приоритет? Какое основание моего сердца? Можно, когда это желание перенаправляется, мы ищем другого. Мы ищем другого. Мы также будем что-то искать. Но другое. Что мы можем искать? Мы можем искать достатка, мы можем искать работы, мы можем искать... Некоторые люди страдают такое понятие от слова вещь, вещизм. То есть обладание вещами как можно больше. Может, оно нисколько и надо уже действительно. Ну, оно вызвано какой-то необходимостью. А вот приобретательством, что больше, или что перед кем-то, или обладание чем-то, оно вроде дает тебе какую-то мнимую защиту, мнимую какой-то этот мир. что у меня вот что-то есть, и у меня все нормально. Или я не хуже, чем кто-то. То есть достатка, работы. Кто-то ищет уважение, признание. То есть любые другие неправильные мотивы, которые не направлены на Бога. Которые не направлены на Бога. То есть можно искать чего угодно. Может, это не всегда явно. Может, это не всегда явно. Мы говорим, я иду искать другого. Никто так не говорит. Ну, в большинстве. Бывает, конечно, кто-то. У меня вот сейчас другие приоритеты. Но в основном мы говорим все равно о том, что мой приоритет Господь. Я ищу Царство Божие, но сердце мое где-то уже отдалилось. И поэтому очень хорошо, что когда мы есть время хлебопреломления, когда мы можем заглянуть в свое сердце. Но я думаю, что это время, когда мы можем заглянуть в свое сердце, должно быть намного чаще. Должно быть намного чаще. можно и не дождаться этого хлебопреломления, которое будет в конце месяца. Вы меня понимаете. Разные обстоятельства могут произойти. В конце концов, даже, ну, что, даже Христос может прийти. Правильно? Поэтому надо в свое сердце заглядывать чаще. Как только я чувствую, что мой компас, он сбивается, духовный компас, как только я чувствую, что мной овладевают какие-то желания большие, как только моей душой, моим сердцем овладевают какие-то желания, что угодно, то, что я перечислял, какого-то достатка, каких-то желаний что-то иметь, и у меня это в мозгу сидит, я об этом думаю, я к этому возвращаюсь, да, то есть оно у тебя как... Надо заглянуть в свое сердце и перенаправить, и просить Господи, и не бояться сказать, Господи, честно, эта вещь, или этот человек, или эти обстоятельства, они больше меня сегодня. Боже, помоги мне, наполни мое сердце, наполни мою душу. Ты мой Господь, Ты мое основание. Это не надо бояться об этом говорить. Как нам, ну, говорят часто, пример такой в семье, да, особенно мужчин касается, что сказали, что люблю, там, при первых каких-то там, да, или там, когда расписывались. Точно так же с Богом. Не надо бояться, ну, Бог и так знает, что я Его люблю, да, Бог, но что-то происходит, вы понимаете, когда мы говорим Ему об этом, когда мы благодарим Его об этом, когда мы прославляем Его, что-то происходит, что-то невидимое. То, что может, ни я, ни вы, мы не объясним. Божье прикосновение, Божья благодать. Ты чувствуешь, что атмосфера неба, она все равно, рано или поздно, она наполняет твое сердце. Кто-то говорит, я не знаю, о чем молиться, или я не знаю, как молиться, или как правильно говорить. Когда молитва, она изливается искренне из нашего сердца, мы не задумываемся, что говорить. Или когда какие-то обстоятельства, или когда что-то внезапно приходит, и мы взываем к Богу, мы тогда не думаем, что говорить, да, как красиво сказать или еще. Мы говорим, Божий спаси, как Петр. Спаси, наставник, тону. Точно так же, не обязательно, вы знаете, ждать, когда я буду тонуть, чтобы вызвать к Богу. Боже, на Тебя уповаю. Я думаю, что это то, что ценит Бог, когда среди суеты, среди дел, каких-то, если вы, может, глава в семье, муж, если утром вы находите это время и предаете Богу, Господи, предаю Тебе свою семью, своих детей, работу, будущее. Боже, благодарю Тебя за милость, за Твою благодать, что Ты спас, что Ты освободил, и так далее. Благодарю Тебя за церковь, благодарю за служителей, которые рядом стоят, и так далее. Я уже, когда, ну, бывает с кем-то говорю, человек, который недавно в Боге, я говорю, ты только начни благодарить даже за все, это уже, говорит, а я не могу там больше, там, двух с половиной минут молиться именно. Я говорю, ты только начни благодарить за все это уже именно 15 минут именно будет. Уже, если ты искренне начнешь благодарить, не так, что, а чего я должен, мне что там дали что-то, или там, искренне благодарить, ты по-другому будешь смотреть на все, и на церковь, учитесь благодарить за церковь также, за церковь, В общем, следующее, Псалом 72, это к тому, что я говорю, да, что Псалом 72, 26 по 28 стих, Псалом 72 из 26 стиха. «Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моего век, ибо вот удаляющие себя от Тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от Тебя». Очень такое, ну, серьезное слово, ну, как бы, я когда читал, у меня вот первая часть стиха, «Ибо вот удаляющий», думаю, может даже не читать вторую часть стиха, но это слово Божье, так оно, ну, по сути, так и есть. Мы можем спорить, это Бог, там, да, или это образный язык, или человек сам, когда он отступает от Бога, он сам там себя как-то наказывает и приходят какие-то вещи. Об этом можно спорить и говорить, но суть в другом, суть в другом. «Ибо вот удаляющие себя от Тебя гибнут». 28 стих. «А мне благо приближаться к Богу». «А мне, как противопоставление, а мне благо приближаться к Богу». Кто там, что не будем сейчас говорить об этом, да? Кто там, кого истребляет, и как или оно в духовном мире происходит. «На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. На Господа Бога я возложил». Дальше, следующая мысль. Вы знаете, есть такая, ну, доктрина, о которой мы живем, доктрина спасения верой. Слава Господу. Которую возобновил, может, Лютер, да? «Ибо мы спасены благодатью, ну, верой, да, не от дел». Но вы знаете, часто эта доктрина спасения верой, она неправильно используется потом. В каком смысле? Она становится препятствием, бывает иногда, на пути познания Бога. Человек думает, что ничего делать не надо уже. Раз я спасен, раз оно дано мне даром, все, мне больше... Да, для Твоего спасения ничего делать не надо. Мы не зарабатываем спасение. Но вы знаете, это все равно, что... Если мы понимаем, что Бог живой, Бог желает с нами общаться, мы об этом говорим часто, да? Когда мы берем бытие, когда мы возвращаемся к тому, как Бог создал человека, для чего Он его создал. Но это все равно, что, опять же, если брать параллель с семьей, это все равно, что муж с женой поговорили во время росписи, и они потом больше не общаются. И они потом больше не общаются. Хотя, может быть, и так. Ну, в миру где-то там как-то... Каждый живет своим... Ну, как-то они общаются, конечно, но по сути они не общаются. Каждый живет своим, своими интересами, своими же работами и чем угодно. Только не друг другом. И вот точно так же и с Богом. Это все равно, что я покаялся, да, я покаялся. Но это не говорит о том, что где-то надо смирять себя. Есть вопрос святости, да? Есть вопрос наших все равно поступков. Есть вопрос все равно, что мне надо приближаться к Богу. Мне необходимо познавать Его, узнавать Его другими словами. И вы знаете, получается как бы такой, с одной стороны, вроде как парадокс. Что с одной стороны, ну как бы, мы нашли уже, да? У нас есть эта жемчужина. У нас есть Христос. Получается парадокс, что найдя Бога, мы продолжаем Его искать. Мы продолжаем приближаться к Нему. Мы продолжаем тот импульс, те желания, которые влаживает Бог в наше сердце. Может, та неудовлетворенность, которую я списываю на все, что угодно. На мужа, на жену, на обстоятельства, на страну, на правительство. Еще раз скажу, на церковь даже, может, на Бога, на служение, на то, что что-то не получается, на людей, которые постоянно меня там расстраивают или еще что-то там, да? Но за этим, за этим часто стоит Господь, что, может, я и потерял, потерял за теми чудесами, за служением Богу, потерял Бога, потерял стремление к Нему. Следующая мысль, что время летит. Когда ты выходишь сюда, думаешь, как бы хоть бы в это время хватило то, что говорить. Когда выходишь, думаешь, куда оно? Потому что это часы неправильные. Познание невозможно, как бы может, чтобы… Познание невозможно одностороннее, да? То есть познание друг друга невозможно, когда ты имеешь инициативу с одной стороны, да? Невозможно строить отношения, когда эти отношения, инициатор кто-то один, да? Когда другой повернулся одним местом к другому, ну, может, этот второй, как кто-то инициатор, он и будет там, вокруг да около, но потом махнет рукой и скажет, да ну его. Конечно, слава Богу, не такой наш Господь, ну, да, за Его милость, за Его благодать, что Бог все равно как любящий Отец, и Он все равно стоит. Но опять же, надо взять своими ножками, надо сказать, прийти, Господи, каюсь, прийти к Нему и пойти хотя бы по направлению к Нему. Они… Я часто слышал такое, люди, которые были, отошли, они говорят, я знаю, что есть призвание на мою жизнь, как бы. Я знаю, если воля Божья, Бог, ну, меня приви… Ну, как бы вот что, я вот буду вот так вот стоять, как бы так, внутри. Вот. Ну, а если Господу будет угодно, хорошо, если по милости Божьей. И Бог действительно через эти обстоятельства сокрушит сердце. Может, по молитве родных и близких. Кто-то, может, стоит, что Бог действительно так и будет. Но я бы не стал бы по отношению к Богу вот в такую позу. Опасно. Что может, как бы, и не быть, ну, как бы этого. Познание невозможно одностороннее. Необходимо Божье желание плюс наше стремление. Плюс наше стремление. Вы знаете, ну, по-разному, опять же, возвращаясь к книге «Бытие», можно по-разному рассуждать. Я не берусь сейчас быть, как бы, последней инстанцией. Ну, как бы я слышал, что, в принципе, Богу, как бы, хорошо и без нас. Ну, наверное, в этом есть тоже часть истины, правильно? Что Бог самодостаточный, мы знаем. Можно сказать, ну, Бог без меня не может. Это будет неправда, наверное, да? Но, тем не менее, мы понимаем, что если суть Бога – любовь, Он создал человека, создал для чего-то, мы понимаем, что всё равно желание Бога, всё равно, чтобы общаться со своим творением, чтобы мы всё равно, ну, как-то радовали Его, всё равно мы не можем это, ну, как бы, отмести. И вы знаете, что я увидел, читая Евангелие от Иоанна? Многие известные местописания, которые мы читаем и цитируем, я их как-то вот увидел в полноте. Вот, например, Иоанна 3,16 – это местописание. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Но я перечитывая, я увидел, что это местописание, это та часть беседы Иисуса с Никодимом. Это Иисус-то беседует с этим фарисеем, который пришёл к Иисусу. И он там, Иисус, а как то, а как это? Вот мы верим, вот спрашивают. Иисус объясняет ему. Я думаю, вы можете сказать, что те откровения, может, в вашей жизни, действительно, которые коснулись вас, которые повлияли на вашу жизнь, которые руководят вашей жизнью, я думаю, что вы можете сказать, что в большинстве это в вашем личном или отношениях с Богом, или в момент, когда вы открыли своё сердце, может, даже на служении, может, дома, может, в момент каких-то трудностей или испытаний, или какой-то пустыни, вы воззвали к Богу, вы стояли перед Богом, и Бог вам дал какое-то откровение или обетование какое-то. Как раз в моменты вашего общения с Ним, как раз в моменты, когда вы взывали к Нему или читали Слово, открыли своё сердце перед Ним, сказали, Боже, не могу, Боже, объясни, Боже, покажи эти обстоятельства, или что происходит, или как дальше, или что мне делать, или куда бежать, что делать, где я вообще нахожусь, как ты видишь мою жизнь, как ты видишь меня в твоём плане, что ты видишь вообще на мою жизнь. И Иоанна 3,16 – это как раз и часть беседы Иисуса с Никодимом. Он продолжает дальше, он говорит, ему объясняет, никто не может, не родившись свыше. И он говорит, ибо так возлюбил Бог мир. Я увидел, это часть беседы Иисуса. Иисус всё равно открывал своё сердце, своё сердце, так же ученики, когда они подходили к Иисусу, они говорили, объясни нам. И Он объяснял, и Он говорит, и вам дано знать тайны Царства. А почему именно им дано? Не потому, что Он сказал, а, ну они ученики были, а они нет. Но потому что они подошли и спросили. Потому что они после того, как Иисус всё рассказал, чудеса сделал, Иисус, они пошли дальше за Иисусом, говорят, Иисус, объясни. Они всё равно продолжали дать. Кто-то послушал дальше, там, получил чудо, или что-то послушал, и пошёл дальше заниматься своими делами. Но, говорит, вам дано знать. Почему? Потому что они пришли и спросили. Потому что, и поэтому они и попали в категорию этих учеников. Дальше Иоанна тоже 3.36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий, тоже очень известное местописание. Но я опять же увидел, что это, кто? Это говорит Иоанн Креститель. Начиная с 22 стиха по 35. Это речь Иоанна Крестителя. Когда там, кто там, к нему пришли и ученики, сказали, что Иисус больше крестит. И Иоанн начал говорить за Иисуса. Иоанна 4 глава 23-24 стих. Очень известное местописание. Да, дальше мы смотрим. За Самарянку. Ибо поклонятся истинные поклонники. За поклонника. Тоже очень хорошее откровение, которое имеет суть. Бог есть Дух, поклоняющий. Это тоже беседа Иисуса с Самарянкой. Я увидел, с Самарянкой. То есть, может, это не что-то, я говорю, какую-то там теологию новую. Но просто как бы обратить наше внимание, действительно. Я верю, что Бог желает. Бывает, вообще, бывает, что ты бежишь куда-то. Даже при том, что... Я в своей жизни человек. Даже при том, что ты молишься вроде бы как бы. Но бывает настолько это по-разному. И бывает настолько где-то моментами по привычке. Что ты смотришь в свое сердце и думаешь, чем я вообще, ну как бы, надо оно вот такое Богу или не надо. То есть, всегда вопрос нашего сердца. Не формы. Не формы. Форма – это второстепенное уже. Будет суть, форма, она уже оденется какую-то. Будь то служение церковное или в вашей жизни. Или кто-то переживает. Вот форму. Как будет выглядеть мое служение. Или моя жизнь. Или это мое будущее. Пусть будет суть это. Бог обернет в ту форму. За это не переживайте. За это уже не переживайте. В то, что Бог обернет. Плохого не будет. Но главное, чтобы была эта суть. Главное, чтобы была эта суть. Дальше. Есть наша душа. Есть наша душа также. Следующая мысль. И вы знаете, душа – это такой орган или часть наша. То есть, мы не можем сказать. То есть, это или наш друг, или наш враг. Что я имею в виду? То есть, когда наша душа, она прилепляется к Богу. Когда наше сердце, оно прилеплено к Богу. Душа, она становится нашим другом. Можно как бы по-разному. Чувства, они тоже не надо. Но Бог создал у нас дух, душа и тело. Но душой и чувствами важно правильно руководить. Чтобы она была подчинена Богу. Духу, скажем так. И душа, она становится нашим другом, когда она прилеплена к Богу. И тогда эти чувства, когда мы прославляем Бога. Правда, приходит мир Божий. Хочется там тоже что-то сделать. Хочется приблизиться к Богу. Хочется взять, читать Его Слово. Душа, она помогает нам. Эти чувства, они помогают нам. Но когда душа, она не прилеплена к Богу. И когда душа, она становится сама по себе. Точнее, не сама по себе. Она прилепляется к плотским желаниям. И уже те желания, которые возникают в нашем сердце, они уже становятся для нас смертельны, если мы идем на поводу их. И это даже понятно, что такие желания, как похоть, грех. Но даже и менее такие, когда, может, наша душа, наши чувства, они нам там что-то говорят. О, мне надо там куда-то перейти, мне надо пойти, или мне надо вот что-то там, в другую церковь, в другую там это, где-то что-то. Вот душа, вот какое-то вот такое, может, не удается. А вопрос, ты открыл, когда ты открыл свое сердце? Вопрос не в этом. А вопрос, ты потерял где-то намного раньше, не сегодня. Или, может, человек отходит от Бога, вот он там начал, он закурил. Или он там... Вопрос чуть-чуть глубже. То человек это потерял намного раньше. Потерял. И, может, его уже душа и чувства, они уже идут потом на поводу плоти, плотских желаний, эгоизма, там, моего я, моих желаний. И уже хочется как-то уже плоть и себя показать, и еще где-то что-то, что-то иметь там и так далее. И не всегда наши чувства мы должны выдавать за истину. За истину. Что вот я так чувствую. Ну, иногда это, ну, слава Богу. Но иногда это бывает. Поэтому я и говорю, что в моменты трудностей, в моменты испытаний, никогда не принимайте, или когда ваша душа намечется, не принимайте каких-то таких жизненно важных решений. Войдите в покой Божий. Пусть мир господствует в вашем сердце. И тогда уже, может, принимайте какие-то решения, посоветовавшись с кем-то. Войдя в мир с Богом. Но никогда в эти моменты, бывает часто, ты что-то наговоришь в эти моменты, да? Ты что-то сделаешь, и потом это вернуть нельзя или очень тяжело. Очень тяжело. Я заканчиваю. Последний момент я еще коснусь. То есть, вы знаете, еще какой момент я увидел, что религия Ветхого Завета, закон, религия Ветхого Завета, закон, мы знаем, что по закону запрещалось, кроме священников, входить во святое, а первосвященник только мог входить во святое святых. То есть, храм, который состоял там, внешний двор, внутренний и так далее, да? Сейчас нет времени об этом говорить. Но люди все, кроме первосвященник, мог входить во святое святых. И вы знаете, сама эта форма Ветхого Завета, хоть и была основана на жертвоприношении, да? Хоть и указывала на Христа, хоть была также от Бога. Но мы понимаем, что все равно люди в большинстве своем Ветхого Завета, даже по этому закону, они основывали все равно свое хождение с Богом на делах, на исполнении закона. И не было у них близких отношений с Богом. То есть, принес жертву, фух, совесть очистилась, слава Богу, там, да, до следующего праздника или до следующей Пасхи. Но именно эту завесу, которая разделяет святое святых от святого, да, именно эту завесу разорвалась, да, разорвал Господь после смерти Иисуса на кресте. И именно сегодня мы можем входить во святое святых. Именно сегодня Бог стал этим инициатором. И мы сегодня можем входить в присутствие Божие. Мы можем общаться с Ним, мы можем наполняться им. И может, те пустыни, те обстоятельства, то, что мы проходим, пусть оно будет благословением для нас сегодня через силу Божью, через познание Его. И поэтому моя цель, мое желание, то, о чем я сегодня говорю, я верю, это Божие желание для меня и для каждого из нас. Кто сможет прорваться вот через эту теплоту, какую-то суету, дела, усталость, обыденность, религию и иметь действительно, утолить эту жажду у Господа, у Его источника. Мы много об этом говорим, да, что Иисус хлеб, что Иисус утоляет нашу жажду, что мы жаждем по Богу. Но насколько мало, ну на самом деле, мы, бывает, этим живем. Мы можем рассказать сегодня много церквей, много учений. Можем рассказать много теоретически о том, как это сделать, как молиться, как войти в присутствие Божие. Мы можем прочитать много книг, но мы можем сами не жить этим. Мы можем отдать это на откуп первосвященнику, точно так же, как в Ветхом Завете первосвященник ходил во святое святых. Мы можем отдать это на откуп пастору или лидеру, а сами оставаться во внешнем дворе просто. Да, мы какой-то обряд делаем, мы приходим на служение или можем что-то делать, что-то служить, но в сердце мы остаемся там. Поэтому я понимаю, что дьявол, наша плоть, наша плотская натура, она всячески это затирается. Какие-то дела, суета, что-то мы проходим, жизнь, пока мы на этой земле окружает нас грехом, к сожалению, и бывает это затирается. Но я верю, что все, что в это время будут стоять, прославлять имя Божье, исполнять волю Божью, и пройдут все трудности, все пустыни, все нужды, может, которые будут. Те, чье сердце, оно будет прилеплено ко Христу, кто вот сможет прорваться, переступить и сделать чуть-чуть больше, хотя бы полшага, на полшага больше, чем требуется, просто для внешнего. Я верю, что эти люди, они будут стоять, прославлять имя Божье. И я верю в то, что сегодня и мы, большинство здесь, что это те люди, которые сегодня стоят, которые сегодня здесь. Кто-то может остался что-то смотреть, я не знаю, что там, X-фактор, футбол, еще что-то именно, какие-то дела, какие-то проблемы решать. Но вы сегодня здесь, я верю в то, что это желание вложил вас Бог, и вы ответили на это желание. Поэтому давайте помолимся, давайте мы подытожим это слово молитвой. Давайте мы помолимся, заглянем в свое сердце. Может, действительно мы где-то это, может, немного потеряли, может, не немного, может, мы уже где-то отдалились от Бога. Бог влаживает это желание. Если Бог влаживает это желание, есть и цель для этого. Есть цель Божья. Бог желает открываться. Бог желает направлять. Бог желает говорить. Знаете, Бог говорит к тем, кто слушает Его. Не просто к кому-то избранным. Бог говорит к тем, кто открыл свое сердце, чтобы услышать Его. Среди суеты, среди дел, среди проблем, среди обстоятельств. Кто-то может сегодня подумать, чем моя жизнь тогда отличается от тех людей, которые находятся в миру сегодня, которые тоже проходят какие-то обстоятельства, какие-то нужды. Ну, они живут тут как-то. У нас есть это привилегия, приходить пред лицо Божье. У нас есть это привилегия, оставаться не во внешнем дворе, а приходить во святое святых. Наполняться от Бога. Получать слово, получать жизнь. Получать утоление этой жажды от Бога. Господь, благодарим Тебя. За Твою милость. Благодарю Тебя за это время, Боже. Благодарю Тебя за Твое слово. Боже, Ты наш источник. Ты, Господь. На Тебя уповаем, Боже. К Тебе прибегаем, Боже, во имя Иисуса. Ты наш источник. Ты, Господь. Боже, прости нас, если мы где-то отдалились от Тебя. Может, в этих же делах для Тебя. Может, не для Тебя, а просто в какой-то суете, в каких-то делах. Может, даже и в хороших делах. Но наше сердце где-то сейчас далеко от Тебя. Прости нас, Боже. Наполни Собой своей благодатью, своей милостью, Боже. Даруй нам это желание, способность стоять в вере, приходить пред лицо Твое во имя Иисуса. Боже, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Боже. Во имя Иисуса Христа. И вся церковь доскажет. Аминь. Слава Господу. Слава Господу.